Резервный банк Индии Ронек ожидал на снижение ставки процента со стороны Центрального банка Индии. Но сентябрьское снижение на 50 базисных пунктов превзошло все прогнозы аналитиков. Центральный банк Индии намерен достигнуть среднесрочного целевого показателя по уровню инфляции. Что сделать будет непросто. Решение об очередном снижении ставки процента должно будет поддержать частные инвестиции в экономику Индии. Я думаю, в дальнейшем мы увидим очередное снижение ставки процента для того, чтобы стимулировать экономический рост страны. Центральный банк Индии будет придерживаться политики монетарного стимулирования. Это уже четвертое снижение процентной ставки в этом году. Глава Резервного банка Индии заявил, что страну впереди ожидает экономический подъем. Однако пока что мы не видим уверенного роста. По вашему мнению, какими будут их дальнейшие действия? Я думаю, что какое-то время они будут занимать выжидающую позицию. Экономика страны демонстрирует все признаки восстановления. В течение последних нескольких месяцев темпы роста промышленного производства Индии ускорились. Мы также наблюдаем положительную динамику роста во многих других подсекторах экономики Индии. Это указывает на постепенное восстановление экономического роста страны. Резервный банк Индии должен сконцентрировать свое внимание на таких секторах, как частный и банковский, восстановление которых на сегодняшний день не является стабильным. Правительство страны оказало давление на Центральный банк Индии с целью снижения стоимости кредитования и стимулирования экономического роста в условиях ослабления инфляции. Индийское правительство стремится к тому, чтобы сократить инфляционное давление. И думаю, что до конца этого года мы увидим по меньшей мере хотя бы еще одно снижение ставки процента. В отличие от других развивающихся стран, ситуация в Индии довольно положительна, особенно по сравнению с Китаем, слабые темпы роста которого негативно влияют на рост мировой экономики. Может ли это привести к некой цепной реакции? И какие на сегодняшний день самые большие риски? Экономика Индии в основном зависит от внутреннего сектора, основными драйверами роста которого являются потребительские расходы и инвестиции. Экспортный сектор оказывает небольшое влияние на рост экономики Индии. Скорее всего, что стимулирующая денежно-кредитная политика Резервного банка Индии в дальнейшем будет способствовать приросту инвестиций в частный сектор, что будет оказывать повышательное влияние на рост внутренней экономики страны. Что касается так называемой цепной реакции, которая может привести слабый экономический рост Китая, я думаю, это окажет негативное влияние на рост мировой экономики, но вряд ли мы увидим большое давление на экономику Индии. По всему прочему, стоит также сказать, что профицит счета текущих операций Индии за последние несколько лет очень сильно сократился. Поэтому экономика Индии не так подвержена негативному влиянию со стороны Китая, как другие развивающиеся страны. Правительство страны намерено укрепить внутренний сектор страны. Я думаю, что до конца этого года Центральный банк Индии примет решение понизить размер ключевой ставки на 25 базисных пунктов для дополнительного стимулирования внутренней экономики. С нами на линии был Шилам Шах. Оставайтесь с Дукас КПТВ и вы будете в курсе всех основных событий рынка. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok